Добрый день, дорогие друзья! Надеюсь, что он добрый, хотя сегодня и понедельник, и мы поговорим о тревожной хронике, о криминальной хронике России. Но, предваряя этот экскурс по криминальным фронтам, я хочу пару слов сказать о смоленских варварах. Это те, кто уродуют наш прекрасный, наш древний город какими-то грязными надписями на стенах, какими-то поломками, ограждений, лавочек и так далее. И вот я побывал в небольшом очаровательном скверике возле ресторана Чао Италия на перекрестке улиц Багратиона и Николаева. И увидел здесь в прекрасно подстриженных кустарниках лавочки такие интимного характера, понимаете? Можно сесть там на лавочке с любимой женщиной, с девушкой или просто с друзьями. И вас не видно просто, понимаете? Не видно, будто вы окунулись в очарование какого-то парка или загородного парка. Не видно, не слышно, так сказать, и машин почти не видно и не слышно. И здесь стоят около этих лавочек прекрасного дизайна урночки, куда можно выбросить окурок сигареты или, допустим, обладку от мороженого. Но вот эти самые смоленские варвары и здесь оставили свои грязные лапищи. Вот здесь вот, смотрите на фото, стояла такая урночка. А теперь ее нет, и вокруг валяются окурки, бумажки и так далее. Я хочу сказать, что неужели совесть не говорит, неужели не говорит любовь к нашему городу? Неужели не жалко вот этого вот произведения искусства? Неужели вам денег жалко, чтобы себе изготовить что-то такое? Или своими руками урну поставить на своей даче или возле своего какого-то ларька и так далее? Обязательно надо из общественного места украсть, стырить, прихватизировать. Я думаю, что надо нам, смолянам, непримиримую борьбу вести с этой заразой, с этой чумой. Иначе никогда наш город не станет таким, каким мы его хотим видеть, в котором мы хотим жить. Ну а теперь тревожная хроника. Металлургический районный суд Челябинска. Ну а какой еще может быть Челябинский в этом городе суровом суд, как не металлургический? Так вот, этот самый суд приговорил ранее судимого, уже 38-летнего местного жителя, к 10 годам и 11 месяцам лишения свободы за попытку переправить в колонию наркотики с помощью, вы не представляете себе, арбалета. Арбалета. Ну а что, ему и лук под силу, а может быть рогатка даже, боевая. Житель Урала признан виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ покушение на незаконный сбыт наркотических средств и будет отбывать наказание в колонии особого режима 10 лет и 11 месяцев. Как установил суд, осужденный пытался перебросить на территорию исправительной колонии своим подельником сверток с героином массой 0,57 грамма и марихуаной массой 18,67 грамма при помощи, как я уже сказал, арбалета. Приобрел арбалет, вы представляете, не сделал уже сам. Но осуществить задуманное не успел, так как был задержан полицией. В Биробиджане возбудили уголовное дело на пятерых игроков любительской хоккейной команды «Тавгай», которые во время товарищеского матча подрались с игроками из сборной местного управления Федеральной службы безопасности ФСБ со страшным названием «Фантом». Игра между командами местных предпринимателей и хоккеистами из команды ФСБ «Фантом» состоялась в столице Еврейской автономной области весной 2024 года. Ну, в этом году, но весной. В какой-то момент соперники из-за чего-то подрались на льду, никаких увечий, никаких телесных повреждений не было. Но я хочу сказать, что потасовки на хоккейных соревнованиях случаются довольно-таки часто. Мы видим это и по телевизору, и в натуре, когда ходим на такие матчи. И обычно зачинщиков наказывают лишь штрафными минутами на скамейке запасных. В крайнем случае – дисквалификации. Однако, сразу после этого матча, пятерых игроков «Товгая» оштрафовали и арестовали на 15 суток. Кроме того, организаторы турнира объявили об их дисквалификации за драку. А 13 июня, смотрите, уже прошло после матча, наверное, когда они вышли с 15 суток, на провинившихся возбудили уголовное дело уже по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса. Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанное с сопротивлением представителю власти. Ни хрена себе! Максимальное наказание по этой статье – аж 7 лет лишения свободы. Кроме того, у трех игроков взяли подписки о невыезде. А 26 сентября полиция задержала тавганца, предпринимателя Евгения Потаскуева и еще одного хоккеиста этой команды. И у этих игроков есть загранпаспорта, и следствие считает, что они могут уехать из страны. Так вот, сегодня, именно 30 сентября, суд Биробиджана примет решение по мере пресечения. Друзья мои, предприниматели, надо знать, с кем играть, а главное, надо знать, с кем играть корректно. Только корректно, иначе можно на 7 лет загудеть в колонию. Вы можете себе представить. Так что азарт азартом и так далее, но с командой ФСБ шутки плохи. Ну, а ФСБшников этих я не понимаю. Не понимаю. Похлопали друг друга по плечу, обнялись, выпили по рюмочке и разошлись. Зачем сажать хороших ребят из команды Тавгай? Да еще представителям власти сопротивления. Это значит, в спортивной форме ты и выходит все равно представитель власти. Волгоградец Виталий Шаталов, осужденный за расправу над соседом и намерение съесть его ягодицу. Любитель ягодиц, парень, страшный. Жареных, правда. Пропал в зоне специальной военной операции на Украине. Шаталов, напоминаю, подписал контракт с Минобороны в июне месяце нынешнего года. Получил звание рядового и должность гранатометчика. Но гранаты метать ему не пришлось практически, поскольку через месяц, примерно после того, как он прибыл в зону СВО, он перестал выходить на связь, и мамаша его сообщает, что он числится без вести пропавшим. Ну, вполне возможно, что он сейчас там, на противной стороне. Шаталов, я напоминаю, приговорили в свое время к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В октябре 23-го года это случилось. И, как установил суд, 7 января он распивал спиртное в компании со своей возлюбленной у соседа. В какой-то момент девушка покинула компанию, а осужденный накинулся на собутыльника и в порыве ревности ударил его ножом более аж 40 раз. Ничего себе ревнивец. Вот это, вот это от Элла. Потерпевший, естественно, не выжил. После этого преступник отрезал у своей жертвы кусок задницы, намереваясь ее съесть, и разгромил его квартиру. А на суде он объяснил все свои действия алкоголем. Что ж он такой напился-то? Страшный алкоголь какой-то. В Новосибирске был задержан 27-летний мигрант из Киргизии, который пытался изнасиловать 13-летнюю школьницу. Злоумышленник общался с девочкой в мессенджере, а в один из дней выманил ее из дома навстречу, во время которой напал, пытался изнасиловать. Девчонка оказалась шустрая, вырвалась и убежала. А в отношении этого мигранта возбуждено уголовное дело, и он уже арестован. В Ленинградской области 29-летний воспитатель, заметьте, воспитатель и концертмейстер заманил к себе в гости восьмиклассницу и изнасиловал ее. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 134 Уголовного кодекса «Это половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста даже». Преступление произошло в городе Кириши. Проживающая там школьница познакомилась с фигурантом в детском лагере «Мечта». Там этот фигурант работал воспитателем отряда в 1923-1924 годах. После смены в этом лагере девочка продолжала с ним общаться через телеграм-канал. И однажды этот молодой педофил пригласил ее погулять, а после прогулки заманил школьницу к себе в квартиру и во время приставания изнасиловал. Впоследствии он удалил всю переписку с пострадавшей. Кто ж, теперь будет концертмейстером в колонии. В Петербурге арестовали курсанта военной академии, который принял свою новую знакомую за украинскую шпионку. И в порыве патриотизма избил ее до смерти. Забил. 28-летний этот курсант познакомился в ночном клубе с 41-летней посетительницей этого клуба. Ну, видимо, так сказать, у него геронтофилия была. Это половая страсть к более пожилым людям. Они выпивали, танцевали, а затем поехали к курсанту домой. Там он заметил в ее ухе странное устройство, которое издавало какие-то попискивания и шумы. По пьянке он решил, что она не иначе, как украинская шпионка, и записывала все, о чем они говорят. Он стал лихорадочно вспоминать, о чем они говорили, но не вспомнил. И просто стал ее избивать. При этом он позвонил в полицию, заявил, что намерен расправиться с ней. И прибывшая скорая, а за ней полиция, не знаю, кто быстрее, правда, наверное, полиция, как всегда, попозже, не успела спасти пострадавшую, а полицейские задержали курсанта, потому что женщина уже скончалась. Оказалось, что женщина была просто слабослышащая и в ухе носила слуховой аппарат. Но тяжесть преступления от этого не уменьшилась, и вина, я думаю, этого курсанта не смягчилась. Я думаю, что ему самое время писать заявление об отправке на специальную военную операцию. Он тем более военный курсант. В Орше, это Белоруссия, поймали члена преступной группировки, которая давила и морально и физически на одного смоленского бизнесмена. Этим выродкам приглянулось дело, то есть бизнес, который вел этот мужчина, и они захотели прибрать его к рукам. Они избивали этого смолянина, бизнесмена, расстреливали его, поставив к стене, из травматического оружия, а затем похитили его дочь, и все для того, чтобы он переписал свой бизнес на указанных ими подставных лиц. Задержанный 31-летний преступник принимал в этом самое активное участие, и сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию. А именно в Смоленск. В Тульской области из цыганского рабства освобождены ветеран спецоперации на Украине и еще 9 человек. Большинство освобожденных жителей Москвы и Подмосковья. Как это было? На горячую линию волонтерского движения «Альтернатива» поступил звонок от некой женщины, на которой сообщило, что ее мужа держат в неволе цыгане. Мужчине удалось об этом рассказать супруге по телефону. Также он называл адрес поселок Ровно-Белевского района Тульской области. Полицейские сказали женщине, когда она обратилась, что прекрасно знают это место, приезжают туда уже как на работу и постоянно обнаруживают там людей, которые находятся в розыске, как пропавшие без вести. Ну, в общем, в итоге из трудового рабства удалось спасти десятерых человек, включая этого ветерана СВО. Как удалось выяснить, цыгане находили людей в Москве, предлагали быстрый заработок, к примеру, разгружать машины с овощами и фруктами. Но всех заложников они привозили в Тульскую область и заставляли собирать яблоки и делать другую работу. Люди жили в антисанитарных условиях, без горячей воды, с тараканами, клопами, вшами, мышами, крысами и так далее. А также у них были отобраны все документы, то есть они были обездвижены тем самым. Ну вот, я не понимаю, значит, ездят как на работу. А кого привлекли-то из цыган? Никого, видимо, раз продолжается такая вакханалия. Может быть, и из Смоленской области там трудятся, я не знаю. Тут тоже много без вести пропавших, до сих пор не обнаруженных. Ну вот, друзья, закончим на этом нашу тревожную хронику. И я напоминаю о нашем приюте Катавасия-67, которые ждут и дожидаются, слава Богу, вашей посильной помощи. Друзья мои, призываю всех проявить доброту и милосердие и оказывать такую помощь нам постоянно. Без вас мы не выживем. Спасибо огромное тем, кто это делает. И надеюсь на то, что круг наших добровольных пожертвователей, друзей будет постоянно расширяться. С вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. И, друзья мои, здоровья всем, счастья, всех благ. И мира нам всем на нашей маленькой, такой уютной, но такой тревожной планете. Пока.